Здравствуйте! Вы смотрите передачу «На самом деле». С вами Андрей Творогов. Не так давно по соседству с нами в офисном центре поселились антиколлекторы. Дела у них явно шли в гору. Число посетителей росло пропорционально день это дня. С удивлением наблюдал, как преображаются лица людей, посетивших антиколлекторов. Печальные, озадаченные на входе горемыки-должники уходили всегда с широкими улыбками, пожимая друг друга за руки. Словом, вид был такой, что можно смело утверждать. Люди пребывают в полной уверенности о своем завтрашнем дне. Но в один прекрасный день успешное предприятие просто растворилось в воздухе. Ни антиколлекторов, ни счастливых должников. Казалось бы, странно, почему столь успешный бизнес-проект перестал существовать в одночасье. Судьба моих соседей мне доподлинно неизвестна. Но вот эксперты указывают, что примерно этим же путем следует множество антиколлекторских фирм. Вот, к примеру, был такой случай. Зачастую бывает, что потребители обращаются в какие-то организации, ну, скажем так, юридические, оказывающие юридическую помощь, в написании вот этих жалоб. За это платят деньги, деньги немалые платят. Но при этом им описывают полностью всю законодательную базу, переписывают. Но саму суть обращения вот вкратце совершенно... Популярность антиколлекторов или раздолжнителей вполне понятна. Несмотря на экономическое состояние нашего государства, число выданных потребительских кредитов неумолимо растет. По статистике, приведенной Объединенным кредитным бюро в 2017 году, общая сумма выданных россиянам кредитов выросла на 37% по сравнению с 2016 годом. Сумма выданных кредитов едва не достигла 6 триллионов рублей. А вот с начала года выдано уже более 8 миллионов кредитов на сумму более полутора триллионов рублей. Это только по банковскому сектору и официальной статистике, основанной на данных Центрального банка. А есть еще всевозможные микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и просто черные ростовщики. По вполне понятным причинам растет и объем просроченной задолженности. А следом за кредиторами приходят судебные приставы и коллекторы. Но, как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. Вот и появилась на рынке юридических финансовых услуг услуга антиколлектора. Внешне все очень благообразно. Квалифицированные специалисты предлагают попавшим в затрудительную ситуацию людям варианты, подчеркиваю, правового решения их проблем. И не секрет, что во взаимоотношениях банк-должник именно банк выступает в роли сильной стороны. Вооружившись знаниями сотен хорошо подготовленных юристов грамотными договорами, банкиры крайне редко встречают серьезное сопротивление в вопросах взыскания долга по потребительским кредитам. Вот и возникает необходимость в услугах юристов, способных не менее квалифицированно противостоять требованиям кредиторов, отличать правомерно заявленные требования от злоупотреблений, ну или, по крайней мере, способствовать нахождению оптимального выхода из сложной кредитной ситуации. Но особенность взятого кредита состоит в том, что так или иначе возвращать его все равно необходимо. И чудес не бывает. Наверное, ни в одном законе не найти норму, которая позволяла бы легально не возвращать полученные взаймы денежные средства. Тем не менее, наши граждане продолжают верить в чудеса. И, пользуясь этой доверчивостью, на место помощников нередко заступают самые настоящие вредители. Ряд таких так называемых антиколлекторских фирм вели свою деятельность примерно по следующему сценарию. Принимали у себя отчаявшихся граждан, обещали им полное, ну или частичное избавление от проблем. Заключали договоры, брали авансы. На сумму авансов даже оказывали услуги. Но вот цена таким услугам ломаный грош. Набор формальных писем и угроз, составленных по шаблону, не способен избавить от долга. А заставить похудеть и без того полупустые кошельки доверчивых граждан может вполне. В среднем все в дантиколлекторы за свои услуги собирались граждан по 10-20 тысяч рублей. Общей суммы собранных средств хватает и на агрессивную навязчивую рекламу, и на расширение ареала своей противоправной активности. Бывают и такие случаи, когда граждане брали новый кредит только для того, чтобы рассчитаться с антиколлекторами. Вот и получается так зачастую, что битый не битого везет. По прошествии времени должники, не получив реального результата в защите их интересов, обращаются к антиколлекторам с претензиями. Только вот ловить уже некого. Фирма такая закрылась, офис был в аренде и искать остается лишь ветра в поле. В попытках вернуть деньги за якобы оказанные услуги некоторые граждане прибегают к услугам уже настоящих юристов. И суды зачастую встают на сторону пострадавших граждан. Только вот получить деньги на основании исполнительных листов с таких антиколлекторов крайне сложно, практически невозможно. И решения судов служат подчас лишь слабым утешением. Вот и идут граждане к коллекторам за помощью по взысканию денег с антиколлекторов. Парадокс. Хотя ничего парадоксального в этом нет. Обязательства должны исполняться. И поиск способов чудесного избавления от долговой кабалы сродни средневековой алхимии. Безусловно, я не хочу бросить тень на репутацию людей, действительно оказывающих гражданам помощь во взаимоотношениях с кредиторами. Но как отличить настоящих помощников от мошенников? Задача непростая. Главное помнить, что гарантировать положительный результат не может никто. Ни один юрист не вправе обещать получение положительного решения суда или вынесения акта органа государственной власти. Работа по восстановлению нарушенной справедливости в судах – это очень непростой и кропотливый труд, требующий многих часов работы и квалификации. Но даже при таких условиях этот труд не всегда завершается успехом. Потому как договоры, в том числе кредитные, необходимо читать до того, как получил заветный кредит, а не после того, как возникла невозможность его оплачивать. Будьте внимательны при заключении договоров и выборе контрагентов. Свои приложения по темам для передачи «На самом деле» направляйте на адрес электронной почты tv-gmail.com. Повторы этой и других выпусков передачи смотрите на сайте veta.tv в разделе «Передачи». С вами был Андрей Творогов и до встречи!